Привет всем! Хочу поговорить сегодня о ждунах. Кто такие ждуны? Это граждане Украины, которые ждут прихода русского мира. Откуда взялось вообще это явление? Давайте разбираться. Почти все российские граждане являются жертвами собственной пропаганды. Естественно, это плохо. Но, по крайней мере, их можно понять. Существует необходимость этим людям слушать реальность, от которой им не хочется застрелиться или сбежать из собственной страны. Необходимо, например, оправдывать многочисленные нападения над соседние страны и отбеливать совершенные при этом преступления. И при этом говорить, что мы, мол, освобождаем людей. Но мне особо неприятно, когда жертвами российской пропаганды становятся граждане моей Украины. Я до войны жил в маленьком городе Донецкой области и занимался бизнесом. Строил дом, дачу, были планы на всю жизнь. Одним из моих направлений была рекламная деятельность. Мы занимались аудиорекламой более чем в 50 разных местах Украины. Так вот, пропаганда – это та же реклама. Просто пропаганда ничего тебе не продает, а бесплатно дарит тебе свою собственную реальность. Так что, если тебе сто раз сказать, что черное – это белое, ты 100% начнешь в это верить. А потом и других будешь убеждать, что это так. До 2014 года мы все смотрели российские каналы. Российские звезды на льду. Естественно, новости. Слушали Путина на Новый год, на час раньше украинского президента. И верили, что мы – братские народы. Сейчас многие понимают, что мы постоянно находились под воздействием российской пропаганды. Как скрытой, так и явной. В 2014 году у нас оккупировали Крым. И начали войну на Донбассе. Российская пропаганда переориентировалась в интернет. И появилось множество как явно пророссийских блогеров, так и далеко не явно. И в этом кроется самая большая опасность. Когда вы смотрите или слушаете блогера украинского происхождения, блогера, который является гражданином Украины, и в целом говорит очень красиво о том, что вас всех волнует, он тем самым завоевывает доверие и набирает большой аудитории. Фактически ставит под сомнение официальную украинскую позицию. Мол, все не так однозначно. И вот тут у нас включается любовь к теориям заговора. Так как действительно в мире все далеко неоднозначно. Так что если вы спорите с человеком и слышите пропагандистское клише, активно навязывая нам из-за разных источников, все не так однозначно. Донбасс 8 лет бомбили. Во всем виноват Майдан. Некоторые даже говорят, что, мол, Путина любят. Я таких знаю лично. Но боль в том, что они любят не Путина, а образ, который им транслируется по всем этим каналам. Вы любите них и верите в то, что смотрите каждый вечер перед сном. И не важно, что вы смотрите не российские телевидения и слушаете не российских, а украинских блогеров. Вы находитесь в тумане пропаганды. И помочь вам сможете только вы сами. Единственный способ – это осознать эту проблему. Мне искренне вас жаль. Будучи украинцами, вы живете в Украине, имея украинское гражданство, вы чувствуете себя, как не у себя дома. Вы чувствуете себя чужим в собственной стране. Вы считаете людей, которые пришли вас защищать, вашими врагами. Это, по крайней мере, нелогично. Но сила пропаганды не в логике, а в убедительной и хорошо организованной лжи. Я представляю, как вам страшно и некомфортно и депрессивно находиться в вашей родной и одновременно вражеской Украине. Хотя до 2014 года вы жили хорошо именно в Украине. Даже если ваши корни из России, вы любили Украину, любили свой город, свой дом, свой огород, своих хохлов соседей. Вы ездили в Киев, Крым, Бердянск, Урзу, Седово. Российская пропаганда изменила ваш мир. Мне жаль, что Украина вдруг для вас стала вражеской страной. И вы стали ждать некий русский мир, чтобы он вас освободил. Ребята, это как минимум нелогично. А как максимум странно и страшно. Путин говорит, что украинцы это русские, которые просто забыли, что они русские. А сейчас он нас душит, оставляя без воды, света и тепла. Нелогично любить президента чужой страны. Нелогично ждать, пока тебя освободят те, кто на вас напал. Нелогично думать, что вам в русском мире станет жить лучше. Нигде не стало, а вам вдруг станет. Нелогично нападать на соседнюю страну, потому что они выгнали своего воровитого президента. И оккупировать часть этой страны, воспользовавшись ситуацией. Это нелогично. Нелогично убить более 50 тысяч украинских граждан и более тысячи детей за то, что 8 лет бомбили Донбасс. Это ужасно. Это ужасно нелогично. Но для пропаганды нет такого слова логично. И это их слабая сторона. Включите супер критическую логику. Не будьте ждунами. Не ждите, что вас освободят. Будьте свободными уже. Будьте казаками. Отчего нас хотят освободить? Отчего? Нас не нужно освобождать. Мы и так были свободны. И это логично. Аж дуны сидят под обстрелами и боятся выехать, так как оставшаяся территория Украины для них враги. Думайте о себе. Выезжайте с опасных зон. Мысленно приближайте нашу победу. Она придет неизбежно. Слава Украине!